Всем привет! Меня зовут Александр Голландцев и я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня мы с вами обсудим такой часто используемый инструмент в табло, как множество, или по-английски sets. Множество помогает фильтровать измерения так, как это нужно. То с одной стороны можно настроить фильтровку с помощью формулы, а с другой можно настроить ее статически. Множество имеют огромный ряд применений, которые я вам в дальнейшем покажу. Давайте начнем с классического датасета Sample Superstore и на основании его начнем формировать сеты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте перейдем к практической части. Существует два способа создания ассетов. Давайте начнем с первого, который делается прямо на визуализации. Давайте посмотрим распределение подкатегорий по продажам. У нас есть все категории и нас интересует, например, первые пять. Мы просто выбираем первые пять категорий. Выбираем вот этот значок с двумя пресекающимися диаграммами. И создаемся ТОП 5 подкатегорий по продажам. У нас есть эти пять подкатегорий. Мы их можем настроить, нажав удалить. И также мы можем добавить сразу на вкладку фильтров. Но это я попозже покажу чуть-чуть. Также есть вариант не включать эти категории, а, например, сразу исключать. Для этого есть вкладка exclude. Вот так мы сделали. Появится в отдельной вкладке вместе с измерениями и мерами. И вот у нас есть данные подкатегории. Теперь давайте попробуем сделать set другим способом. Это делается прямо здесь, в измерениях. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем create и set. И в данном случае мы можем условно выбрать какое-то условие, написать формулу или выбрать ТОП. Давайте выберем первые, которые у нас появляются. Вот. Давайте назовем, это еще не все, конечно, штаты. Но давайте их назовем. Мы можем вот так сделать. выбрать. И выбрать их таким образом. И давайте назовем это штаты, которые начинаются с A. Вот. Теперь у нас есть два сета. ТОП-5 подкатегории и какое-то количество штатов. Теперь мы можем добавлять необходимые сеты в два режима. То есть у нас есть два режима работы с сетами. Первый в формате фильтра. Второй мы можем использовать его в качестве измерения. Ну, давайте сначала покажу первый. То есть мы просто берем, перетаскиваем ТОП-5 подкатегории фильтра. И у нас показываются только они. Плюсом такого подхода является то, что если мы хотим ограничить список тех показателей, которые он может смотреть, то мы можем сделать это в таком формате. То есть, например, если у нас есть какие-то люди или директора, отвечающие только за определенные подкатегории, то, например, мы хотим, чтобы директор видел только вот эти первые пять категорий. Телефон, устройство, стулья, шкафы и накопители. Но при этом не видел все остальные. Потому что они относятся к другим людям. То мы это делаем вот таким образом. Вы можете сказать, что это можно сделать через фильтры. Да, это правда, так можно сделать. Однако минусом фильтров в данном случае является отсутствие динамичности. То есть, у нас каждая подкатегория может войти в ТОП-5, а другая выйти. И мы не можем зафиксировать их таким образом, чтобы они постоянно были на одном месте, были статичны. То есть, у нас ТОП-5 подкатегории могут меняться условно каждый день. И для того, чтобы не каждый раз принастраивать фильтры, проще сделать таким образом и оформить это все через сет. Вот таким образом мы можем использовать сеты в качестве фильтров. Есть другой подход. В табло сеты по факту возвращают два значения. Они могут быть IN и OUT. То есть, входит ли данная подкатегория в ТОП-5 по продажам или не входит. И так далее можно сделать. Вот. Поэтому, если мы знаем, что у нас есть два значения, которые возвращаются, то мы можем сейчас удалить это из фильтров. И у нас будут все значения возвращаться. И перетащить в вкладку COLOR данный сет. И у нас будут появляться те значения, которые были в ТОП-5 и те значения, которые не входят в это число. И аналогично, естественно, можно добавить фильтры с сета вот сюда. И у нас будет показываться, как входят подкатегории. Входят ли они в ТОП-5 или не входят. Естественно, мы можем подкорректировать ALIOS и вместо IN и OUT написать ТОП-5, не ТОП-5. Это определяется конкретной задачей и подходом. Проблемой при использовании сетов может возникнуть такой вопрос. Это добавление каких-то значений множества. То есть сейчас у нас ТОП-5. И скорее это даже не просто ТОП-5, а те пять подкатегории, которые были сверху в графике, которые мы просто добавили. То есть сейчас там пять значений, которые статически там находятся. Давайте уберем отсюда. И для того, чтобы добавить значения в сет топа, необходимо выделить те значения, которых там нет. Перейти во эту вкладку и добавить в ТОП-5. И таким образом у нас появилось намного большее значение, которое мы добавили, причем довольно быстро. Теперь давайте перейдем к более сложным задачам, которые решает сет. В данном случае у нас оба сета. Есть штаты, которые начинаются с A. И ТОП-5 подкатегории, они статически определены. То есть у нас есть все вот эти пять категорий, плюс еще восемь. Они не будут меняться от данных к данным, то есть при обновлении экстракта или другом подходе. И при появлении новых данных у нас они не поменяются. Это был как такой сет, так и останется. Однако есть подход для создания более динамических сетов, которые позволяют решать эту проблему. Давайте прежде всего удалим те сеты, которые у нас есть. И перейдем к варианту создания динамических сетов. У нас полностью очистился лист. Теперь давайте создавать новые сеты. Давайте сейчас сделаем динамический сет, который будет показывать ТОП-5 штатов по прибыли. Мы выбираем у нас штат, Create, Set, выбираем вкладку Top, но нас интересует не продажа, а именно прибыль. И ТОП-5. Давайте его назовем соответствующее. ТОП-5 States by Profit. Теперь мы можем раскрасить, сначала поменяв вот таким форматом. Ассортируем. Мы видим, что у нас Нью-Йорк, Англия, Калифорния, Иль-де-Франц и Уэльс входят в эти ТОП-5. То есть все остальные не входят. Теперь мы можем создать другой сет с чуть более усложненными условиями. Давайте для этого использовать название продукта. То есть продукт. Выбираем Create, Set. Пусть будет входить в ТОП-3 по продажам, а не прибыли. Выбираем продажи. И автоматически поменялась формула. И условия задаем. Также пусть у нас продажи будут больше или равно 1000. То есть в данном случае я хочу выбрать только ТОП-3 тех продуктов, у которых продажи больше 1000. Если нет ни одного продукта, у кого продажи были больше 1000 долларов, то сет будет пустой. Sales больше 1000. И ТОП-3. 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 Это вот так. И аналогично давайте выведем продукт продажи. Только продажи принесем вот сюда. И здесь два варианта есть. Мы можем сделать вот таким образом. In-out. Но можем сделать по-другому. Поэтому для... Сначала давайте берем продукт. И у нас получается, смотрите. In у нас 236 тысяч долларов. А те, кто не входит в ТОП-3 намного больше. Но давайте нас интересуют именно продукты. И мы будем показывать именно их. Вот. У нас видим. Видно, что Apple. И все смартфоны. Которые показывают максимальные результаты по продажам. Вот таким образом можно делать динамические сеты. Давайте усложним немножко задачу. Допустим, нам это же условие интересно не просто для всех товаров, которые продавала компания. А для всех продуктов, которые продавала конкретная компания. То есть, допустим, давайте выберем Apple. Для того, чтобы это сделать, необходимо немного изменить set. Давайте его продублируем. Назовем Apple. Назовем его Apple. И поменяем немножко условия. Которые там прописаны. Edit set. Нас интересует в данном случае не по полю фильтрации, а по формуле. Для того, чтобы это сделать. У нас продажа не оставилась. Сумма продаж больше тысячи. И если название содержит название Apple, то будем предполагать, что оно является частью этой компании, продуктом этой компании. Contains. Это функция обработки строк, по которой мы можем отфильтровать. То есть, используем мы в слое продукт в каждой строчке будем искать название Apple. Однако, мы даем какую-то ошибку, и мы видим, что мы не можем смешивать агрегированные и неагрегированные данные. Поскольку мы здесь агрегируем суммарно по большому количеству строк, а здесь по каждой строке что-то считаем. Поэтому давайте выберем Max. И в данном случае, если мы выбираем Max, то для всех строк, в которых найдено Apple, результат не будет меняться. Все, и ошибка пропала, как мы видим. Давайте выберем вот этот фильтр. И добавим другой. И давайте его принесем уже сюда. И мы видим, что мы нашли таких три товара. Давайте раскроем чуть-чуть название, чтобы было понятней. Это Full Size, Cordless и Viscolor ID. То есть, они немножко отличаются, видимо, по какому-то минимальному функционалу. И вот таким образом, прописывая все более сложные условия, можно получать намного более интересные результаты. Давайте предположим, что мы хотим решить задачу расчет вознаграждения для наших менеджеров по продаже. При этом расчет будет производиться на основе выполнения плана, который зависит от того, в какую страну были проданы те или иные товары. Давайте делить наши области продаж на развитые и неразвитые. Причем, развитые будут определяться там, где больше 100 уникальных клиентов, а неразвитые там, где меньше, соответственно. Давайте для этого создадим Set. Давайте, прежде всего, будем делать все по стране США, потому что штатов области слишком много для того, чтобы это использовать. Выбираем United States. Вот. И теперь выбираем Create Set. И создаем по условию, что у нас количество CustomerID больше либо равно 100. Вот. Назовем его developed. И теперь мы можем вывести те штаты, которые у нас есть. Давайте не через In-Out, а именно через... Через цвет покажем, какие штаты к чему относятся. Вот. И теперь вынесем в штат. Вот. И мы видим, что некоторые из них развитые, некоторые не очень. Теперь давайте сделаем так, что модель, план продаж для развитых стран зависит от самих продаж. При этом он должен быть на 20% больше, чем текущие продажи. Но для неразвитых стран он зависит от средних продаж на покупателя. Поскольку покупателей так немного, важно продать каждому из них как можно больше. Поэтому для этого давайте посчитаем средние продажи на покупателя. Для этого нужно будет использовать выражение уровня детализации, как было в прошлом видео. Давайте назовем его average sales per customer. И для этого используем LOD выражение через include. В данном случае будем считать. Так просто удобней. И меньше писать. Таким образом мы прописываем, что для каждого customer ID на данную реализацию мы считаем сумму продаж. И опять ошибся. Надо использовать продажи, а не sales. Вот. И суммарно считаем средние. Вот. Теперь у нас есть средние продажи на покупателя. Можем вывести их. Посмотреть. И видим, что в целом значения колеблются до 1000. Но есть два штата с очень высокими средними продажами. И при этом они не являются развитыми. Что довольно интересно. Следующий этап. Давайте пропишем формулу о том, как считать вознаграждение. И назовем его план продаж. Sales plan. Давайте мы сделаем так. Если страна развитая, тогда мы считаем сумму продаж умноженную. Умноженную на 1,2. То есть увеличенную на 20%. Умножить на 1,2. Если нет, то давайте, чтобы мы продали хотя бы на 100 долларов каждому клиенту. Умножить на average sales per customer. И на этом все. Однако у нас, как и было, когда мы делали вот это условие. Вот этот set. У нас такая же проблема, что мы смешиваем агрегированные и неагрегированные данные. Здесь проблема именно в формате developed. Давайте пропишем min. равна true. И это решит нашу проблему. Вот теперь у нас есть sales plan, который мы можем использовать. Вот. Это теперь новая мера, которую мы оставляем на результат. Средние продажи давайте выберем. Отсортируем по продажам. Ну, мы видим, что Калифорния, Нью-Йорк и Техас являются первыми по тому плану, которое им нужно сделать. Однако давайте посмотрим реальные продажи, которые были сделаны. И нужно ли менеджерам, которые отвечают за данные штат или область, работать намного усерднее, чтобы успеть к концу срока. Давайте это проверим. Мы продажи кидаем в detail и затем добавляем reference line для того, чтобы показать, где находятся данные продажи. Будем использовать вот таким образом. Для каждой клетки считаем и будем показывать значения. Вот. И мы видим, что, например, в Вашингтоне уже практически все сделано. В то время как в других, особенно отстающих, регионах есть некоторые проблемы. Возможно, в данном случае есть смысл уменьшить регион, уменьшить какой-то диапазон плана или как-то отработать данную специфику каждого региона. Ну, таким образом мы видим, что нет таких регионов, где достигнут план. Однако есть те, где практически это сделано. Довольно частая ситуация, когда мы хотим вывести динамику нескольких категорий и при этом оставить только каких-то 3-4 самых популярных, а остальные выводить во вкладки прочее. И эта проблема легко решается с помощью сетов. Давайте так и сделаем. То есть сначала мы сделаем динамику по квартально, по суммарным продажам. Давайте сделаем по квартально и продажам. Вот, у нас есть суммарная динамика, положительная. Однако давайте ее посмотрим в разрезе подкатегорий, только предварительно сделаем топ-5 подкатегорий, которые будут показываться. Create set, топ-5 подкатегорий, и по полю тоже делаем топ-5 подкатегорий по продаже. Вот, и еще добавим одно поле, которое будет выводить прочее, если не входит в топ-5. Давайте также его назовем топ-5 подкатегорий и используем такую функцию if. У нас будет в таком формате это работать. Сначала напишем условия, это похоже очень на excel-евский if. Топ-5 подкатегорий, если она, то выводим под категорию. Выводим под категорию, если нет, то прочее. Прочее. Так, извиняюсь, у меня просто не русское. Давайте я напишу по-английски просто. И вот таким формате. Нельзя, то же самое название. Давайте напишем это будет у нас поле. И теперь мы просто кидаем это в цвет, и у нас должно раскраситься. И мы видим, что прочие, поскольку их огромное количество, имеет самое большое количество продаж, однако все первые топ-5, их уровень примерно одинаков. Максимальные у нас телефоны, однако не всегда и не в каждом квартале. Естественно, всегда можно усложнять, но это просто обучение и показывает, как можно что-либо сделать. Всем спасибо за внимание. Сегодня насчет множеств все. Смотрите меня в следующем видео. Смотрите меня в следующем видео. Пока. Пока.